Итак, Бог Вишну проснулся от своего йогического сна и начал разбираться с этими Мадхой и Кайтапхой. Ну, с одной стороны, вы зададитесь вопросом, ну Вишну же это все держатели мироздания, разве это серьезный противник для него, вот эти вот два Мадху и Кайтапхи, которые из-за муши серы родились. Да, но был один нюанс, этот нюанс состоял в следующем. Значит, пока Вишну спал, Мадху и Кайтапха, они как-то осознали важность великой матери мира Джагадамбы, то бишь мы сейчас говорим о женском аспекте Всевышнего, который называется также Ади-Шакти первичная сила, и этот женский аспект или великая богиня, она же Дурга, она же Кали, Махакали, и она же практически, и вообще все богини и женщины и женские существования Вселенной, это все она, да и в принципе вся природа и все материальное в мире, это все она Пракрити, то есть она является основой всего. Они как-то это поняли, и они начали, когда они это поняли, то они услышали увлекающий их звук биджа-мантра-вач. Вач – это речь на санскрите, и они стали медитировать на вот этот звук. И по сути они медитировали конкретно на великую богиню, то есть на ту же самую Дургу, Ади-Шакти, Махакали, то есть это очень много образов. То есть они как-то осознали, что нужно к ней обращаться. И тысячи лет они медитировали, концентрировались на ней без еды и без ничего, то есть они себя ограничивали и совершали аскезу. Как я уже многократно рассказываю в моих видео, аскеза – это добровольное, целенаправленное лишение себя существом, например, человеком, лишение себя физических удовольствий. Таким образом, когда люди занимаются аскезами, они перестают пить, есть и совершать какие-то иные поступки, которые приводят к удовлетворению физического тела, таким образом они концентрируют свою духовную энергию, она называется тапаз. И за счет концентрации этой духовной энергии, когда они себя самообуздывают, накапливаются огромные энергии тапаза, который побуждает Бога или какое-то избранное существо, которому молятся и на кого медитируют существа, появиться перед его преданным и спросить его, чего тебе надо, что же ты хочешь. Значит, Матху и Кайтапха медитировали на богиню, и когда она спросила у них, что они хотят, они сказали – ой, мы хотим быть бессмертными. На что она ответила – нет, сие невозможно, каждый должен умереть, выбирайте что-то другое. Тогда они выбрали такой дар, что они могут умереть исключительно только по собственному желанию. То есть, только если захотят, только тогда они умрут. Хорошо, богиня сказала – да будет так, и они получили этот дар. Так вот, когда Вишну проснулся, он столкнулся с этой ситуацией, он понял, он же все-таки вседержитель, он сразу понял, почему такие смелые эти два существа – Матху и Кайтапха. И ему пришлось произвести ряд мероприятий по их уничтожению. По одной версии он принял облик человека с шеей и головой коня, который… Это один из аватаров Вишну, называется он Хаягрива. Только не путайте, пожалуйста, Хаягриву аватара Вишну с Хаягривой Асуром, с которым он тоже когда-то воевал. Или Хаяширас его еще, есть варианты, как его называют. То есть, Вишну получил облик аватара существа антропоморфного с головой и шеей коня. И в таком виде он их уничтожал и не мог этого сделать, пока они не захотели умереть. Как вы уже поняли, то есть здесь был такой парадокс. По версии, которая изложена в Дэви Бхагавата Пуране, Вишну попросил помощи у богини о том, чтобы истребить вот этих существ, потому что они вели себя высокомерно и обижали Брахму и вообще были абсолютно неадекватны по поведению. И он должен был уничтожить их физические оболочки. И тогда богиня помогла ему, имеется в виду Вишну, помогла ему поймать их в ловушку. Каким образом это произошло? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...